Продолжение следует... Эта выставка проходит на первом этаже в пятом зале и организована она при поддержке движения первых. Сегодня тема нашей лекции – дизайн и метавселенные. Я хочу представить нашего лектора Илью Лепешкина, дизайнера, преподавателя Школы дизайна Высшей школы экономики, куратора профиля «Концепт-арт» и «Цифровое искусство». Передаю слово Илье. Надеюсь, сейчас он нам расскажет, что это за загадочные понятия. Спасибо большое. Да, действительно, всем добрый день. Я думаю, слово метавселенная в последнее время уже действительно много где нашумело. Ну, в принципе, для меня это… Ну, в целом, я это понимаю достаточно широко, как некоторые виртуальные миры. И поэтому сегодня мы как раз поговорим о всем этом многообразии, так сказать, с точки зрения того, какие у нас и у дизайнеров есть возможности с приходом. Ну, наверное, самое главное – это новых цифровых технологий, которые, по сути, перед нами открывают новые возможности. И, в принципе, я думаю, дизайнеры – это как раз та профессия, которая зачастую ищет как раз очень много интересных новых возможностей для того, чтобы подарить их людям, сделать… Ну, как основная задача дизайнера – сделать жизнь проще, удобнее. Но у дизайнеров, которые занимаются концептуальным каким-то новым миром, новыми интересными историями, у них всегда есть за счет новых технологий есть возможность показать, как может выглядеть совершенно новый мир, какие-то новые истории. Я по своему основному образованию транспортный дизайнер. То есть я увлекаюсь вот таким вот дизайном. И, конечно же, при помощи цифровых технологий мы очень много чего можем проектировать быстрее, разрабатывать, более крутые проекты и концепты делать. Что уж говорить о различных таких инфраструктурных проектах, архитектурных, ландшафтных, за счет которых виртуальный мир, по сути, вот это вот все, что, может быть, еще не существует в реальности, но можно как-то визуализировать, можно донести до людей. Потому что, условно, автомобиль, окей, как-то еще можно построить в виде макета, даже в натуральную величину. А вот с городом вы так просто с этим не справитесь. Соответственно, у вас есть задача получать вот эти вот возможности от технологий для того, чтобы рассказывать людям о своих проектах. Но дизайнеры не были бы дизайнерами. В принципе, я думаю, все человечество так или иначе интересуется чем-то вообще нереальным. И поэтому технологии, конечно же, и виртуальные, и различные IT, технологии позволяют рассказывать нам о тех историях, которые, в принципе, не могут быть, не существуют. И, может быть, даже никогда и не появятся, как бы это ни было печально в реальной жизни. Но о них можно прекрасно рассказать, послушать различные истории, посмотреть фильмы. Я думаю, кто-нибудь знает, откуда этот космический корабль. Руку поднимите. Кто-нибудь смотрел этот фильм? Замечательно. Хорошо. Это про стражи галактики, если кто-то смотрел марвеловские комиксы. Соответственно, это, в принципе, понятно. Транспортное средство. Я как транспортный дизайнер, мне это тоже интересно. Но, к сожалению, оно нереальное. И технологии с конструкторами, инженерами за голову хватаются, когда смотрят на эту картинку. Но нам-то по кайфу. Вот. Поэтому мы используем эти технологии для того, чтобы… Ну, это же реально так, интертеймент. Такое развлечение, которым можно не только развлекаться, но и увлекаться. И, наверное, с чего хотелось бы начать. Вот этот путь к нашим виртуальным мирам проложить немножечко издалека. Ну, очень далеко уходить не будем. Но, наверное, самое первое, что было у людей таким первым стимулом изучать или создавать что-то нереальное, это когда случилась промышленная революция, общество начало интересоваться технологиями, промышленностью. И, как говорят обычно, совпадение? Не думаю. Тогда же появилась научная фантастика. Если вы посмотрите на первые образы вот этих вот несуществующих миров, которые тогдашние иллюстраторы пытались в самом начале по книгам, я думаю, догадываетесь, кого, кто знает, чьи книжки здесь изображены. Жюль Верн, да, «Полет на Луну» и так далее. Это, по сути, первые художники, дизайнеры, которые пытались вот этот нереальный мир изобразить. И действительно у человечества было желание отобразить то, чего не существует. И, в принципе, в 20 веке было целое направление, которое позволяло за счет скрещивания дизайна и науки создавать такой некий образ будущего. Про образ будущего я сегодня не зря заикнулся, так сказать, в начале. И, наверное, в завершении сегодняшней нашей истории мы в рамках наших виртуальных миров туда вернемся. Почему для меня это тоже важно, расскажу. Но концепт-дизайнеры, концепт-художники, по сути, естественно, начинали свою работу, еще когда технологии, можно сказать, не пришли сюда. Но это, можно сказать, истоки тех историй, которые мы можем сейчас видеть онлайн, в интернете, в играх, в фильмах и так далее. И, наверное, самым первым и таким знаменитым концепт-художником современности, можно, наверное, сказать, был замечательный дедушка. Звали его Сид Мид. К сожалению, он скончался в 2020 году, но ему было там 87 лет. Он до этого был не шеф-дизайнером, но работал дизайнером на Форде. А потом ему наскучил реальный мир. И он подумал, что можно делать, если бы что-то существовало нереальное. И, в принципе, его работы многие берут за основу. Поэтому сегодняшние дизайнеры ставят их себе как некий референс, потому что даже то, что он рисовал в 70-х годах, просто на обычном холсте, гуашью, они даже сейчас еще, ну, их сложно переплюнуть, и только некоторые из них сейчас начали реализовываться. Если вы посмотрите, вот прямо здесь вот, я думаю, вот такая штука интересная. Сейчас кто-нибудь летом, если идете по улице около метро, кто-то на моноколесе такой пролетает. Вот молодец Сидмит еще в 70-х нарисовал себе эти образы, как бы он себе это представлял. Но, конечно же, условно, вот это стремление и вот эти компетенции, которые были у художников, иллюстраторов, дизайнеров по созданию вот этого нереального мира, они при первой же возможности начали реализовываться. Начали реализовываться, конечно же, в той индустрии, в которой это сначала было возможно. Первым, наверное, в этом направлении двинулось кино. И если кто-нибудь смотрел «Бегущий по лезвию», самый такой старый фильм с точки зрения такой первый киберпанк, и его мир, всю его вселенную как раз нарисовал Сидмит, вот, по которому мы сейчас смотрели. Это вот его рисунки при продакшене вот этого фильма. Он создал всю среду, он создал весь этот образ, все транспортные средства, которые, собственно, там летают, все эти спидраннеры и так далее. И он достаточно во многих фильмах еще принял участие. Он еще рисовал «Трон», если тоже кто-нибудь смотрел такой фильм, который потом переснимали, по-моему, в 2012 году, где световые мотоциклы, все дело происходит в компьютерной игре. В общем, там хорошие, плохие, все как всегда. Драматургию никто не отменял, даже если это фантастические какие-то истории. И, конечно же, наверное, вот этот первый заход, про который как раз интересно сказать, что концептуальные художники, концептуальные дизайнеры, потому что они все-таки создают объекты, не существующие, но в каком-то виртуальном мире. Их, по сути, работа создавать новые миры, создавать миры от нуля до каждой мельчайшей его детали. И, конечно же, наверное, самое известное для нас всех, где применяется сейчас вот это направление, это, в принципе, вся интертеймент-индустрия, кино, анимация, игры, потому что все эти миры не существуют. Но то, насколько они продуманы и разработаны, это, наверное, как раз самое удивительное, что есть, потому что мы, по сути, создаем все эти миры сами вручную, их миллиарды уже, если посмотреть все условно тайтлы, которые могут быть в этих темах. Мы начинать можем целиком с планеты, на которой могут быть абсолютно другие условия, нереальные, не связанные с Землей. Да, у нас тут, окей, есть данность физика, там 9,8 силы притяжения, но что будет, если будет не 9,8? Что будет, если будет, не знаю, планета совершенно с другими условиями, с другой атмосферой, а может и не будет атмосферы. Вот эти все показатели вы ставите себе в основу, потом придумываете, как бы развивался весь мир. Я думаю, некоторые уже начали понимать, какие арты я сейчас использую, на примере какого фильма и какой вселенной я сейчас это рассказываю. Вы разрабатываете весь биологический мир, вы разрабатываете весь животный мир, все растения, вы придумываете новые локации, конечно же, добавляете немножко драмы, ну потому что без драмы, к сожалению, смотреть было бы неинтересно. Зайти, съездить, посмотреть, условно цифровой туризм, да, но нужно же как-то заинтересовать, окей. Тут, соответственно, есть проблема, есть какие-нибудь счастливые моменты, ради которых все это и делается, но это же не просто сюжет. В этом сюжете этот сюжет разворачивается на каком-то сеттинге, который должен быть спроектирован, вы должны понимать, что у вас там есть, где, кто находится, как в этих локациях все это выглядит. Вы должны, по сути, спроектировать эти районы, кварталы, все вот это вот. Вы должны это все сделать своим руками, просто с нуля, потому что этого не существует, срисовать неоткуда, все окей. И вы должны насытить это все объектами, транспортными средствами, промдизайном, ну который немножко не пром, да, потому что немножко другие технологии, немножко другие материалы, и в принципе создать целую вселенную, в которую можно погружаться бесконечно. И в принципе кино – это игры, анимация, это на самом деле все медиа, то есть средства, через которые транслируется этот мир в наш. Через что мы можем там пойти в кинотеатр посмотреть, либо в игру поиграть, окунувшись в одну и ту же вселенную. И, соответственно, я думаю, про самую такую знаменитую вселенную все знают. Я сегодня, можно сказать, в именном. Не знаю, там у меня на задней стороне тоже немножечко концепт-арта. Вот, все свое ношу с собой. И, соответственно, Ральф Маквори – это тот дизайнер, который придумал мир «Звездных войн» как раз в конце 70-х, начало 80-х годов. Ну, настолько, да, вот такие вселенные стали, заразили все общество, да, как раз идеей, мыслями, какими-то ценностями своими, в том числе и сюжетом, и героями, конечно же. Они, ну, я думаю, все знают, до сих пор снимаются, играют в них и так далее. И доходит это до того, что индустрия реальная, сегодняшняя, она потихонечку в эти виртуальные миры тоже переселяется. Вот этот космический корабль, к примеру, который был в девятых, по-моему, «Звездных войнах», которые были вот прямо, ну, уже не недавно, там, пару лет назад, это разработка «Порше», если что. То есть команда концепт-художников из Голливуда, ну, там Lucasfilm сейчас принадлежит Диснею, ла-ла-ла, тополя, неважно, как бы там, кто под кем, прилетает в Германию в дизайн-центр «Порше», и в течение какого-то времени они вместе разрабатывают вот это транспортное средство для несуществующей вселенной. Почему нет? Как бы мы, конечно, на ней не покатаемся, но посмотреть на это мы можем. И, конечно же, эти миры, на самом деле, что объединяет? И, на самом деле, работа дизайнера так или иначе связана со сторителлингом, причем визуальным сторителлингом, да, потому что мы через изображение рассказываем какую-то историю, какой-то нарратив. И, конечно же, кино даже потихонечку с развитием технологии, она становится все больше интерактивным, потому что хочется больше вовлекать, больше, так сказать, заинтересовывать, погружать в свой мир. Ну, я думаю, вы тоже там дальше, когда будем идти, про интерактив поймете, почему это тоже важно. Ну и, наверное, первый шаг, когда технологии позволили не там полгода рендерить одну картинку, да, а сделать это чуть-чуть быстрее за счет замечательных достижений, которые иногда стоят у нас у всех дома, мы в эти миры можем уже и поиграть. Соответственно, все вот эти вот тайтлы, которые я буду сейчас показывать, я думаю, большинству знакомы. Кто знает, что это за игра? Поднимите руки. Так, замечательно. Last of Us. Это кто? Так, как называется? Киберпанк. Замечательно, молодцы. Это кто-нибудь играл? Замечательно. Чуть-чуть посложнее. Космических sci-fi игр много. Да, Halo, правильно. Ну и, конечно же, Mass Effect. Куда же без него? Все эти миры, вселенные, по сути, вот так же, как Аватар, они созданы практически с нуля, потому что ничего похожего в нашем мире здесь нет. Мы это все создаем, разрабатываем. Просто пока экономическая эффективность этих историй находится в тех медиа, которые мы с вами, ну, условно, используем, потребляем, если так это выразится. И поэтому концепт-художники, дизайнеры находят применение там. В принципе, как я уже сказал про компьютерные игры, уже про фильмы, и сейчас про компьютерные игры. Кто-нибудь, может быть, тоже знает, на PlayStation есть игра, называется Grand Turismo. Уже, по-моему, шестая была, а вот сейчас скоро седьмая должна выйти. И для нее бренды, то есть, опять же, вот этот мир реальный, про который мы сейчас с вами немножечко затрагивали, говоря про Porsche, он действительно пытается найти свое место в этих виртуальных, пока еще и не существующих историях. И в шестом, например, Grand Turismo, огромное количество брендов, по-моему, около 20, сделали свои концепты для этой игры. В жизни этих моделей не существует. Они максимум, что это, сделаны в виде прототипа, чтобы показать на автошоу. Но вы скажете, конечно, это маркетинг. Да, это маркетинг, безусловно, потому что на автошоу придет сколько человек. Ну, 100 тысяч, там, может быть, больше. А в игру поиграют миллионы. А что самое главное, да, я не знаю, надеюсь, я не раскрываю никаких карт. Я думаю, это все прекрасно тоже все понимают, что поиграв в игру, в которой вы боретесь за то, чтобы погонять на болиде Alpine, это как бы болид, принадлежащий Рено. Ну, как бы бренд, суббренд, принадлежащий Рено. По сути, ребята, которые в это играют, скорее всего, потом к Рено будут относиться очень положительно. И, естественно, это такой инсепшн, да, такой, как бы, закладывают мысль, что, в принципе, это замечательный бренд, можно с ним и жить дальше. Поэтому для компании это очень важно, безусловно. Я уж не говорю про там всякие Corvette, Chevrolet и так далее. И действительно в седьмой части, вот сейчас, которая должна, наверное, уже скоро выйти, я тайминг, к сожалению, не помню, может, она уже вышла, тоже целый набор брендов сделали концепты для этих виртуальных гонок. Это и Ferrari, и Porsche снова. Причем они это сделали с точки зрения того, что у вас есть параллельно с виртуальной машиной еще и реальный стенд, на котором вы можете гонять, который по интерьеру копирует вот эту виртуальную машину. То есть такой немножко микс реальностей, про которых мы сегодня тоже поговорим. У нас действительно, так сказать, виртуальные миры, они уже много чего охватывают. Ford сделал целую свою команду, которая гоняет в виртуальных гонках. Называется Fordzilla. Но это в другой гонке, не в гран-туризма. И потихонечку бренды начали, наверное, всем известное направление и как бы термин NFT. Слышали? Все, конечно, это немножко хайп такой. NFT. О, это искусство, цифровое искусство. Вот у меня как бы профиль. Мы-то все этим занимаемся. Конечно же. Но на самом деле это замечательный инструмент, который может быть нам пригодится лет через, не знаю, 10. Это просто право владения собственностью в цифровом мире. Это просто правила игры, которые сейчас тестятся условно на искусстве, на произведениях искусства. Но на самом деле это то же самое, что вы пошли в автосалон, купили машину, у вас есть договор купли-продажи, вот у вас на руках. То же самое. Вы можете купить одну из восьми уникальных альпин, которые можете загрузить в игру и кататься только вы на ней. Не просто победить и получить вот предыдущие тачки, которые я показывал, а стать обладателем уникальной цифровой копии единственного в мире. Ла-ла-ла и так далее. И конечно же бренды. Да, это все позиционирование, но видите, какие интересные миксы сейчас появляются вот этих виртуальных, интересных, несуществующих миров и реальных брендов. И мы про это сегодня поговорим, потому что еще более подробно обязательно. Ну, например, вот Лига Легенд, всем известная компьютерная игра. И для открытия чемпионата Мерседес сделал для нее концепт. Специально только здесь, показанный, соответственно, в этом даже ролике. И все идет к тому, что в принципе появляются сейчас игры, которые потихонечку уходят от того, что их нужно условно покупать. Там один раз прошел, уже все закончился, там геймплей на 20-40 часов и так далее. появляются открытые онлайн-вселенные, которые можно, в которых можно по сути жить. Ну, для, не знаю, ребят там условно, и может быть там еще моего возраста даже, там были различные сим-сити, да, такие игры социальные, да, в которых вы по сути живете. Вы не просто играете, вы в них живете. И сейчас с развитием технологий просто это становится круче. Ну, это как про жизнь, да. Жизнь – это клевая игра с офигенной графикой. Вот. Ну, то же самое сейчас. Компьютеры потихонечку начинают прокачиваться, подтаскивать, да, свои возможности к нашей реальности. И вы можете обладать не просто автомобилем Mercedes, вы можете обладать какой-нибудь яхтой. Причем, если зайдете на сайты вот этих вот условно онлайн-вселенных, вы увидите технические характеристики всех этих кораблей, сколько масса, сколько подъемная, там, грузоподъемность, сколько экипажа туда влезает, сколько она стоит, ну, в тех деньгах. И, в принципе, ничего вам не мешает уже потихонечку жить параллельно в какой-то другой вселенной, которая вам была бы интересна. И на самом деле вот все, весь тот тоже хайп, который был с точки зрения метавселенных, да, там, поднят. Действительно, для дизайнеров это просто новый мир, новая медиа, которую нужно наполнять объектами. И, в принципе, это просто возможность транслировать еще через один канал доступа к людям, да, какие-то свои, может быть, истории, свои миры, свои идеи. И, конечно же, первыми такими платформами, как мы уже с вами сейчас посмотрели, стали игровые платформы. И в них сейчас можно не просто жить, в них иногда проходят сейчас и даже концерты. Если кто-то знает такую игровую вселенную Fortnite, соответственно, там был уже несколько раз концерты знаменитых групп проводились, в которых просто создается локация, там этот ивент, который, ну, как в концерт, там, не знаю, в Лужники пойдете, вот, посмотрите. Вот там то же самое, только вы там можете надеть VR-гарнитуру или просто через монитор полетать вокруг исполнителя, который делает какое-то шоу. И, в принципе, да, это уже, наверное, даже так потихонечку норма. И, в принципе, тоже посмотреть такой концерт могут намного больше людей, чем просто прийти на стадион. Да и вам тут лучше видно будет, потому что, условно, да, там, если кто-то смотрел, даже некоторое время назад, на YouTube были концерты, показывались. Что делалось? На первый ряд ставилась камера 360. И, в принципе, любой мог подключиться к этой камере и оказаться на первом ряду там какого-нибудь, какого-нибудь оперы. Но это как бы трансляция реального мира виртуальной. Здесь просто нет этой камеры, ее создали, придумали, нарисовали все, что вокруг, и вы можете в любой момент оказаться в той точке, где вам захочется, чтобы необычного ракурса… Ну, согласитесь, в лужниках вы не полетаете вокруг над концертом металлики. Вот. Ну и, соответственно, у вас есть, конечно, здесь супер возможности. Да, сейчас развиваются целые платформы. Я, наверное, там про них очень долго рассказывать не буду, но это вот действительно такие онлайн сим, такой симы, да, когда вы можете купить себе землю виртуальную. Ну, в принципе, да. У кого-то дача в Подмосковье, у кого-то дача в виртуальном мире. Да, там может быть не тот кайф, когда ты пропалываешь там что-нибудь и у тебя вырастает, потом с этим можешь что-то сделать. Но, в принципе, там, я думаю, механики тоже могут быть разные абсолютно, которые там захочет разработчик. Да, сейчас у этих миров, вселенных, я думаю, про это вообще говорить отдельно не надо. Я думаю, там многие имеют аккаут в Роблокс. Вот. Действительно, у вас там просто обычная жизнь. Вы можете идти в магазин, купить себе какую-нибудь, какую-нибудь вещь. Там новый, как это говорят сейчас, лук, для того, чтобы, может быть, как-то отличаться. И, естественно, как только появляются вот эти платформы, на которых появляется жизнь, туда сразу приходят компании. Так же, точно так же, как и в компьютерные игры. И уже, соответственно, в этих мирах компании делают свои локации, свои, условно, строят магазины, что бы там ни значило. Вот, да, мы ездили когда-то в Мегу. Вот теперь ездим, может быть, куда-нибудь не туда. И, соответственно, продвигают свои истории, свои идеи. И точно так же бренды, вот в том же Роблоксе, Hyundai, есть свой райончик, в котором они показывают свои новые концепты, автомобили. Почему вы, как бы, покатавшись в виртуальной среде, если вам это понравится, как-то вас зацепит, вы придете и потом, естественно, приобретете что-то в реальности. Тоже логика железная с точки зрения осознанности, да, и погружения компаний в этот мир. И поэтому, в принципе, сейчас действительно это некий тренд. Понятно, что он, наверное, не будет прям валом в ближайшие там пять лет, но через десять, я думаю, так или иначе, у всех будет представительство в своей виртуальной среде. Нужен будет так или иначе какой-нибудь дизайнер, который будет вам разрабатывать ваш виртуальный, вашу виртуальную дачу или ваш виртуальный шоурум, в котором вам это нужно будет что-то показывать. Потому что вот тоже тренд. Есть замечательная книжка у Mercedes-Benz, которую выпустил их шеф-дизайнер, называется Sensual Purity. Это их философия Мерседеса. Я просто как транспортный дизайнер, да, чуть-чуть профессионального. И у них в этой книжке прям отдельные выделены несколько страниц про мир Mercedes-Benz. То, как они себе его представляют. Да, его виртуальной копии нету, да, то есть он, нельзя в него, к сожалению, зайти и походить по нему. Но, соответственно, он полностью построен по законным ценностям бренда. Вот все, что они транслируют через свои автомобили. Соответственно, у бренда здесь получилось, ну, как бы действительно виртуальный мир. Чем он прекрасен? Он немножко дешевле, чем строить вот этот вот небоскреб, да, и там несколько лет, может быть, десятилетий до этого всего идти. Вы можете сделать целиком локацию, которая будет отвечать тем вашим внутренним или каким-то принятым идеям, мыслям. И, конечно же, здесь, ну, так как книжка была сделана шеф-дизайнером, вот тут вот наверху, где стоит какой-то концепт-кар, я вот тут уже точно не помню, это пентхаус, в котором, конечно же, живет дизайнер и творит. Вот. Дизайнеры люди такие как-то и впечатлительные с одной стороны, а с другой стороны им нужно вдохновение. Вот, поэтому как бы они себе придумали такой мир, если нельзя его сделать в реальности, ну, почему бы не придумать. Вот. И, соответственно, потихонечку сейчас, не встраиваясь в игры, не встраиваясь в какие-то существующие виртуальные платформы, компании начинают, да, с точки зрения промо каких-то новых концептов делать свои локации просто с нуля. В часть из них вы можете даже зайти просто через браузер. Вообще сейчас нет никаких проблем. Например, там у Hyundai есть такая локация, когда она новый кроссовер презентовывала. И, соответственно, вы можете походить по различным порталам, видите, там вверху и перемещаться на различные такие, ну, комнаты условно, которые в разном стиле, в разном дизайне показывают какую-то, ну, опять же, философию, драйв и как-то презентуют этот новый концепт. У компании Mini есть тоже своя Miniverse. Ну, логично. Название замечательно подходит под это. И с точки зрения еще геймплея. Вы можете вот в предыдущей, к сожалению, только походить, там, понажимать кнопочки, у вас там загорится какая-нибудь графика интересная. Здесь вы можете покататься. То же самое. Это просто через браузер. Вы заходите в Miniverse, можете даже попробовать и погонять на их новом концепте. Там тоже различные локации, можно даже трюки делать, показывать, насколько круто вы всем этим умеете управлять. И действительно, это, ну, как некий тренд. Сейчас можно обозначить все-таки, мне кажется, уже, потому что у различных там журналов есть сейчас свои виртуальные миры, в которые можно заходить, смотреть, знакомиться. Условно, даже там одновременно оказываются там разные люди могут, да, то есть это не синглплеер, как это называется, это прям мультиплеер. И с точки зрения, например, да, вот тоже компания BMW. Так уже последние три года, создавая вот такие локации, презентуют свои новые модели, но именно концепты, не реальные модели. И вы условно заходите туда, выбираете себе аватара, ну, как бы вы хотели выглядеть. Все, я думаю, тоже слышали. Это не те синенькие люди-кошки, да, про которые мы говорили чуть-чуть раньше. Это немножко другие аватары. Вот. И, собственно, гуляя по вот этой карте, у вас есть гид, это лис, который вместе с вами ходит, его озвучивает, по-моему, я, к сожалению, забыл, как его зовут, известный голливудский актер, да, он вас проводит через эту локацию и где-то там в зарослях вы находите левую машину, а потом через год или, по-моему, через два, вот для машины правой была создана другая локация, в которой тоже проходя и выполняя различные квесты, вы доходите до самого вверха и знакомитесь с этим новым концептом от BMW, который может менять там цвет и они показывают, да, такую новую технологию, которую они разработали и показывается, да, такая история, что вы можете между реальным и виртуальным миром внутри машины, ну, перемещаться безгранично, по сути, потому что у вас и стекла, как экраны, могут превращаться и создавать внутри, там совершенно другую атмосферу и даже, в принципе, извне машина может вместо прозрачного стекла сделать просто изображение какого-то картинки и вы, как бы и вас никто условно внутренне увидит. И, соответственно, вот эта вот история, как у нас есть же, да, дизайн интерьера, да, есть специалисты, которые делают дизайн интерьера. Вы можете либо сами сделать себе ремонт, когда, да, у вас такая случилась история, либо позвать специалиста, который это делает. То же самое сейчас с виртуальными локациями. Это может быть одна из таких тоже траекторий развития либо концепт-художников, концепт-дизайнеров, либо архитекторов создавать вот такие виртуальные миры. Я думаю, все слышали про такую замечательную, про такого замечательного архитектора, как Заха Хадид и, соответственно, ее уже студия, бюро, которое, естественно, продолжает жить и делать проекты. У них в портфолио уже есть несколько виртуальных миров, которые они разработали. В том числе у них есть целая виртуальная страна, которая не существует на картах. Это уже, наверное, следующий мир. Это как-то следующий шаг, когда у вас уже государство полностью существует только в виртуальном среде, в виртуальной среде. В реальности на карте это вот маленький остров, который где-то между, ну где-то в Европе, честно, даже не вспомню сейчас между какими странами. И он существует только вот в виртуальном мире. Там есть здание, там есть мэрия, там есть библиотеки и другие здания, которые должны быть в любом городе. Но ходите, вы там можете ходить только как виртуальный персонаж. Вот. И у любого художника, и дизайнера, архитектора сейчас, если посмотрите, у них в виртуальных портфолио их есть как раз уже такие локации. Сейчас, где у нас там мышка? Вот. Ну, как бы видите, просто посмотреть на такой дизайн для виртуальных миров, вы сразу можете заметить, в чем отличие от реальности. Там не всегда следует законам физики. Вот. И в принципе, у вас третий этаж без второго летает над первым? Окей. Как бы в жизни немножко вам покрутят у виска? Там уже нет, потому что в принципе там совершенно уже другие подходы. Мы пока еще не настолько улетели в космос, чтобы мы забыли про то, где вверх и где низ, но его там тоже нет. Там в принципе совершенно другая среда, которая может взорвать мозг человека, если там его неподготовленным погрузить. Поэтому пока у нас виртуальный мир все-таки похож на реальный. Может быть, кто-то слышал, если кто-то занимался фантастическими какими-то исследованиями, то даже в кино, в играх говорят, что человек не может максимум, что он переварить, это 30% нового. Поэтому 70% должно быть похожего, иначе человек растеряется, не поймет, чего делать, куда идти. Поэтому нельзя просто выкатить абсолютно новый мир с нуля. Я вам сейчас такое покажу. Никто не поймет. Поэтому да, предметы, да, пол, крыша, вроде пока на месте. Хотя не всегда это уже точно. Вот. И соответственно, вот разрабатываются миры. Но в принципе просто сейчас это может быть даже для творческих таких дизайнерских профессий. Просто до этого мы делали это в стол, когда не было бюджета, не было заказчика. А сейчас мы можем это в принципе показывать, транслировать. Даже просто проекты, сделанные условно для себя, да, как некое такое хобби. За счет технологий новых вы можете спокойно показать миру и пригласить даже туда друзей. Вот сейчас есть уже онлайн-платформы, несколько онлайн-платформ, который позволяет, если вы сделали, ну вот это вот нижнее, она как раз открыта для пользователей в принципе. И если вы сделали в Unity локацию, ну Unity это игровой движок. Их по сути сейчас два. Есть Unreal и есть Unity. Соответственно, Unreal для интернета сложно, больно, дорого и так просто не сделать. На нем обычно делают AAA игры, да, там God of War, как раз вот Horizon Zero Dawn, который мы смотрели. Это просто крутая графика, все круто на максималках. Но интернет пока у нас не переваривает такие крутые картинки, как в жизни. Поэтому на Unity через браузер, в принципе, сделав локацию в каком-нибудь Реносеросе или в Ревите, да, в каких-нибудь специализированных программах, вы можете это все перенести в эту игровую платформу и закачать файлик на вот Monoverse. И в принципе у вас появляется локация, на которую вы кинете ссылочку друзьям, знакомым, и они окажутся вместе с вами в одной комнате, виртуальной комнате. Вообще никаких проблем. Все, вы можете за выходные сделать свою локацию, свою дачу и поделиться, не знаю, и собраться вечером потусить вокруг, чего бы вы там не хотели. Да, сейчас это все еще сложно, может быть, не так красиво, как хочется, да, сейчас много дно, но я думаю лет через 5-10, ну действительно, почему бы нет. И в принципе у нас даже в высшей школе экономики мы сделали, да, такую тоже локацию. У нас недавно открылся онлайн-кампус, то есть у нас 4 кампуса в высшей школе экономики, Москва, Питер, Перми, Нижний Новгород и теперь онлайн-кампус. Ну потому что, почему нет, потому что можно. И соответственно, да, вот у нас была недавно его презентация с точки зрения как раз разработки этой локации у нас уже этот этап прошел. Я надеюсь, что скоро мы туда всех пригласим, ну хотел сказать вживую, но это уже немножко не то слово, надо искать какие-то новые термины. И соответственно туда, в эти виртуальные миры. Вот в принципе все, что я до этого рассказывал, можно погружаться просто через монитор, да, условно. Конечно, новые технологии с точки зрения иммерсивных своих свойств тоже существуют здесь. Я думаю, все пробовали виртуальные очки надевать, да, поднимите руки. Все? Кто? Все попробовали. Замечательно. И, конечно же, мы в принципе с вами знаем, для чего это применяется. Вот, кстати, про проект я рассказывал, Fordzilla, да, вот его вот как раз во времена ковида, во времена, да, вот этой эпидемии. Условно шеф-дизайнеры Ford, которые живут в нескольких различных уголках мира, да, там кто там, Америка, Англия, там в Европе, они делали дизайн-ревью вот этих вот проектов виртуальных тачек в виртуальной среде, просто в виртуальном ангаре. И там прямо видно, как вот дизайнеры по зуму, такие в шлемах, ходят вокруг виртуальных тачек, там кто-нибудь пытается там в раскорячку залезть туда внутрь, чтобы посмотреть, как там интерьер выглядит. И в принципе это уже нормальный даже иногда подход к разработке. То есть это включено в pipeline, потому что вы можете вместе посмотреть на то, что еще не существует. Да, конечно, все мы знаем, что виртуальная среда очень хороша для обучения, для того, чтобы погружать туда и видеть то, что нельзя увидеть, да, например, там внутри двигателя, как это происходит, как это работает. И самое главное, что в этих средах можно делать то, что опасно вживую, да, то есть там какие-нибудь, как вести себя при пожарах, там, что делать, если землетрясение, вырабатывать какие-то навыки. Это тоже виртуальная среда может делать. И вот эти вот симуляторы, в принципе, они даже существовали до слова, до возрожденного слова метавселенные, да. Ну и, конечно же, все вот эти вот миры, которые существуют и в которые можно погрузиться и поиграть, это тоже, наверное, замечательно. Но, конечно, всем мы так или иначе думаем о том, как мы будем коммуницировать и взаимодействовать. И сейчас тоже вот эти вот виртуальные истории, это не просто там зайти посмотреть, не просто, ну, нажать там пару кнопочек. Да, тоже параллельная история вот вместе с Roblox, наверное, да, где вы живете в этих, в этой среде. Есть другие истории, когда вы можете взаимодействовать в этих виртуальных мирах и с точки зрения там давнего достаточно тоже уже там VR-чата, различного, так сказать, spatial софта, который со всех сторон позволяет вам разрабатывать, проектировать вот эти вот комнаты. Ну, как Zoom комната, только не в экранчике вы видите там 12 человек перед вами, а вы оказываетесь внутри одной локации. И в принципе туда тоже вот на этот движок, можно сказать, приходят дизайнеры для того, чтобы, как мы уже раньше с вами говорили, сделать презентацию своих каких-то проектов, своих каких-то новых продуктов. И в принципе, действительно, виртуальный мир сейчас потихонечку становится такой, сначала потихонечку, да, такой площадкой для презентации, потому что виртуальные галереи, которых все мы слышали, знаем. Да, это что такое? Это также круто спроектированная локация, в которой просто выставлены там цифровые копии, а может быть и не копии, если это прям цифровое искусство и с нуля было сделано, там какие-то инсталляции. Люди могут продавать даже какие-то вещи, вот как мы там ходим в Крокус холл, да, или там в экспоцентр, да, на выставке. Но это надо встать, куда-то поехать, там что-то вот эта вот толпа какая-то, зачем это все. Вот. Когда вы можете просто надеть виртуальные очки и оказаться где-нибудь в Абу-Даби, в каком-нибудь виртуальном холле и посмотреть какие-нибудь достижения. А может и не Абу-Даби, может и другая планета, аватар, все такое. Почему нет? Вы можете выставку провести где угодно. Ну и, соответственно, вот эти миры, вот эти площадки, они потихонечку, я думаю, будут появляться, становиться более условно открытыми для нас, потому что что сейчас вот тоже, как один из трендов можно заметить. Вот эти вот презентации, например, автомобили, которые я до этого показывал, да, там про мини, про хенды. Что это такое? Мы сейчас заходим в интернет, открываем страничку. В этой страничке мы видим плоский текст с плоскими картинками. Ну проскролили, почитали, посмотрели. А следующий шаг этих интернет- страничек, что вы туда зашли и провалились, ну в смысле в 3D пространство. И уже там ходите, смотрите, ну не скроллите, это уже что-то другое. Вот. Да, иногда найти так информацию сложнее, но тут уже вопрос, так сказать, UX, UI, да, как вы будете взаимодействовать с этим миром. Понятно, что это как книги, да, они же не исчезли, то есть все форматы существуют. Просто они будут нужны для разных каких-то историй, для разных сюжетов. Например, о каком сюжете еще хочется сказать? Сюжете объединения этих миров. Я вот сейчас сказал то, что мы практически ушли в этот виртуальный мир и мы закончили на этом. Конечно же нет и, наверное, самое интересное будет, когда все наиграются вот с этим всем миром, потому что что такое метавселенная тоже много есть таких взглядов на эту историю, что мы давно уже в метавселенной находимся. Она у нас просто в руках находится и мы посмотрели, ответили человеку, который находится там за сотни километров на секундочку, оказавшись там. Вынырнули обратно, продолжаем с вами общаться, да. Это по сути такое, такая жизнь, да, в разных форматах, в разных медиа. И вот эти вот интересные технологии объединения виртуального и реального это будет тоже еще одна такая большая история, которая не просто все останутся дома, никто никуда не выйдет и встретимся только там. Нет, мы будем ходить, общаться, просто параллельно находясь, может быть, в нескольких измерениях. И сейчас есть много проектов, связанных, ну я думаю, слышали так называемый термин цифровые двойники, да, когда есть реальный объект, который полностью оцифрован и существует в виртуальном пространстве. И все изменения, которые с ним происходят здесь, отражаются там, а там отражаются здесь. И они по сути, ну именно двойники, работают вместе. И это применяется много где в промышленности для того, чтобы можно было поддерживать состояние, ну, реальных больших каких-то систем и управлять ими. Также это все происходит в интертейменте, тоже немножко больше Porsche. Как говорится, их много не бывает. Здесь тоже есть, причем и реальный автомобиль, в котором вы можете гонять по треку, и его симулятор, про который я рассказывал, в котором вы можете ездить виртуально и тренироваться, оттачивать все вот эти вот навыки. Про дополненную реальность. Это, наверное, один из самых интересных таких инструментов, которые сейчас уже в принципе тоже не новые, лет там 10-15 они как существуют. Вопрос то, во что это все выльется. Когда, вот такое слово страшное, наверное, будет, когда виртуальный мир на реальный. И вот это вот дополнительный слой цифры, дополнительный слой информации, который мы начнем видеть. Вопрос, как мы еще начнем это видеть. Вот. Это уже такие другие вопросы. Но насколько это будет сложно, насколько это будет шумно, да, когда вот мы сейчас рекламу тут уже пытаемся потише сделать, да, там с различных билбордов, когда едем по городу, да, там защищали все вот эти вот истории, действительно стало лучше. А представьте сейчас вот там кучу вот этих вот рекламы, неона, графики, которая будет перед вами. Ну, если когда-нибудь изобретут линзы вместо очков виртуальной реальности, мы все сможем это видеть одновременно. Все фантастические фильмы я, в принципе, сегодня перечисляю. Все, что мы сегодня говорим, оно уже кем-то где-то даже обсуждалось. Но это история действительно будущего, потому что вот этот параллельный доступ к информации, параллельный доступ к этому виртуальному миру в реальном, это действительно, ну, то, что, я думаю, лет там через 10, может быть, чуть-чуть даже побольше, потому что это чуть сложнее, чем просто виртуальная история, это будет как бы темой. Но она уже сегодня есть, в принципе, в большинстве автомобилей, даже уже сегодня, вот эти вот все дисплеи с дополненной по сути реальностью, когда вы видите вот этот head-up дисплей, и вы смотрите не на приборы, а у вас какая-то голограмма где-то летает. Да, просто за счет того, что вы зафиксированы плюс-минус в своей позиции, эта технология позволяет вам, ну, увидеть дополнительную информацию за счет там проекции, там каких-то различных ухищрений, и со временем, как бы вот эта история развилась до такой степени, что это не просто проекция на лобовое стекло, когда вы видите, ну, просто скорость. Сделали еще настолько это классно, уже сейчас это работающие прототипы, когда вам кажется, что эта циферка или там эта стрелочка там где-то, где нужно, где-то вдалеке, и в принципе она уже настолько живая, и она уже настолько понимает, где вы находитесь, там можете просто тоже в ютубе там посмотреть какой-нибудь тот же мерседес, там, по-моему, 600 и там S-класс или по-моему, E-класс. Вы едете, и у вас стрелка точно показывает вам в тот поворот, который нужный. Она приближается, она становится больше, когда вы к этому поворачиваете, подъезжаете. Это не просто в навигаторе поверните через 300 метров. Где эти 300 метров? Вот. Она прям показывает вам вон туда. Все. Она точно знает ваше положение. И это уже, ну, действительно такой ход следующего уровня. И концепты поэтому сейчас, которые показываются, они уже полностью без приборных панелей. Вообще зачем, если там даже руль не всегда-то нужен. И вы просто едете вместе там с друзьями и работаете с виртуальной картой, которая перед вами вот как на столе. Вот. Тут у меня еще пока объекты физические. Вот. Может быть, через некоторое время и не физические будут. Это действительно история близка, очень близко находится. И даже вот там один из российских таких стартапов, которые в мире достаточно известны, WayRay называется компания. У них есть такая технология Hologractor. Ну, вернее, машина так называется. А технология заключается в том, что лобовое стекло, оно же экран. То есть там не проекция, там просто само стекло является экраном. И вы смотрите через него. И история заключается в том, что вы можете ехать. Там автомобиль, естественно, может быть беспилотный, но еще он может управляться оператором, который сидит где-нибудь. Вот у вас таксист не с вами сидит на переднем ряду, а вот много таксистов сидит в каком-то зале, каждый ведет свою машину. Я думаю, тоже некоторые фильмы вспоминаете, да? Вот. А вы в это время едете и стреляете по рыбкам. Ну, я не знаю, развлекаетесь, потому что у вас перед вами игровой дисплей и вы можете делать все, что хотите. И оплачивать вы свою поездку будете не тем, что заплатили там тысячу рублей, а посмотрите рекламу. Ну, как в ютубе или в ВК, неважно, да? Посмотрели рекламу, оплатили, так сказать, подписочку, все замечательно. Едете дальше. Ну, вернее, как, вас везут. Хотя, я думаю, скоро можете и ехать сами. И, собственно, все вот эти вот истории, которые мы сегодня с вами посмотрели, они все, конечно же, про взаимодействие и про интерактив, ну, иначе мы не были теми видами, тем видом, которым мы все с вами являемся. И они, конечно же, про новые миры и новые истории, потому что это новые возможности либо в реальность что-то добавить, либо побывать там, где вы побывать не можете. И, в принципе, вот про тот фильм, про который я сегодня уже упоминал. Все мы знаем, как это может когда-нибудь быть. Вот первому игроку приготовиться. В принципе, хорошо показали вот эту историю мета вселенных, когда у вас нету компьютерной игры там про Звездные войны, про God of War, про Horizon. У вас есть все, просто единое пространство. Вы просто переходите между комнатами, как вот мы зашли в один зал, зашли во второй зал. И в каждом вы можете, в принципе, с одними и теми же вещами взять и перейти. Вот там мы купили какую-то обувь, мы в ней и, не знаю, там, поесть и посмотреть и куда-нибудь прогуляться. В принципе, это просто наши вещи, которые, как NFT, принадлежат нам. Замечательно перемещаемся. Это как некое будущее, но как некоторая возможность, с которой я сегодня в самом начале начал, когда рассказывал про Сидамида, это возможность создавать свои миры. Не ждать 8 лет следующей игры или следующего фильма, который там долго мучительно снимается. Вот просто как один из примеров. Даниэль Саймон, тоже очень крутой дизайнер с точки зрения техники и транспорта. Он тоже был транспортным дизайнером, по-моему, на volkswagen. Ну и, как в чем прикол, да, там, у восьмого гольфа на 8, там, на миллиметр выше, ниже линию провести. Ну, как бы не всем это по кайфу. И он, собственно, как раз в Голливуд поехал и сделал там несколько проектов. Первый это как раз он трон наследия после Сидамида как раз переделывал. Ну, как переделывал, да, реинкарнировал. И еще там фильм Обливин, если кто-то тоже смотрел с Томом Крузом. Это как бы весь его дизайн. А с точки зрения своих каких-то историй, у него есть две замечательные книжки, арт-бук, так называемые, да, арт-буки, в которых он собрал историю своих вымышленных миров. Просто придумал планету, придумал мир и наполнил ее людьми, героями и транспортными средствами. Сказал, что, ну, вот, такая-то компания производит такие-то замечательные космические корабли, которые бороздят какой-нибудь там океан. И выпустил книжку про них с картинками, да, ну, как говорится, посмотреть, повдохновляться. Для вот дизайнеров это главное, да, чем можно как раз еще пообмениваться с точки зрения какого-то опыта. Значит, вот первая книжка это Cosmic Motors, а вторая Timeless Racer с точки зрения того, что было бы, если бы там в параллельной вселенной тоже были бы гонки Лиман 24. Только там целая история команды рассказана, гонщика, и там вот прям такой смотришь, как альбомы победителя, там они там, была фотосессия, там он все вот скрестил виртуальную историю с реальностью, да, и получилась просто такая красивая история, за которой приятно посмотреть. Но как бы вот этот вот момент, когда вы мечтаете, фантазируете, а потом бац, и к вам приходят инвесторы и говорят, а давай сделаем первую беспилотную формулу 1. Ты так клево любишь, там любишь гонки, клевые тачки делаешь. Почему нет? Отлично. Ну как бы ты рассказал свою историю, поделился чем-то с миром, мир тебе ответил. И ты сделал реальную машину, которая, да, как следующий шаг в автоспорте, беспилотном уже. Может быть, да, она пока только выглядит там круто, она может еще ездить, только пытается учиться, ей нужно еще много пути пройти для того, чтобы действительно гонки у нас были. Не просто формулы 1, да, как вот сейчас, а вот именно соревнования таких беспилотных роботов. Но это уже такой шаг, когда ваши мечты, ваши реальности потихонечку могут становиться реальностью. То же самое про там одного концепт-художника, который много делал всяких меха для компьютерных игр, там тех же Call of Duty и другие игровые, так сказать, вселенные. И потом его позвали в стартап сделать дизайн какого-то огромного меха, да, вот такого экзоскелета, в котором, там, может быть, когда-нибудь, там, может быть, рабочий что-то делать полезное. Вот. И лично для меня, вот, это, наверное, уже такая, ну, не скажу персональная история, но, в принципе, интерес. Мне как раз нравится тем, что все вот эти вот фантастические миры, которые еще начинали рисовать и придумывать, да, Жюль Верн с его художниками-иллюстраторами, потом Сид Мид в середине 20-го года, 20-го века. И все те концепты, которые мы видим автомобилей сейчас вживую или в играх, в фильмах, то, что мы все это там можем наблюдать, на самом деле это такие образы будущего, которые показывают нам альтернативные пути, что нас может ждать. С какой стороны туда и кто вырулит, никто сказать не может. Мы знаем только про прошлое, мы знаем только тот путь, который мы прошли. И главная их задача, вот как для дизайнера обычно промышленного, важно сделать продукт, который продается, вышел на рынок и приносит прибыль, для концептуального дизайнера, для концептуального художника, не важно, если случится или не случится этот мир. Важно, что они его показали. И как раз вот все те миры, которые мы с вами видим, они так или иначе влияют на нас всех, на нашу цивилизацию, если так громко сказать, и потихонечку начинают ее в ту или иную сторону, ну как вот этот инцепшн, про который я говорил в самом начале, зародили мысль, и потом толпы детей, ребят пошли, стали учеными, инженерами для того, чтобы это сделать реальностью. И это вдохновляет. То есть вот эти вот миры, они с одной стороны вдохновляют, или наоборот показывают, куда лучше не ходить, потому что там будет вот так вот. А мы это уже спроецировали, уже как-то симулировали туда, не пойдем. Все, понятно, спасибо, все поняли, мы пойдем в другую сторону. Вот. И здесь на самом деле компетенция такая дизайнера, который не просто создает вещи функциональные, или не просто создает вещи какие-то эстетические. Он еще создает какие-то концепции, идеи, образы, которые действительно могут на все это влиять. И зачастую это становится хорошим инструментом, как мы, в принципе, на протяжении всей нашей сегодняшней лекции видели, что это, да, некий маркетинг, это продвижение, и это действительно хороший и классный инструмент для того, чтобы продвинуть какую-то идею. Всем известная идея? Да. Кивают. Отлично. Да. Ну, надеюсь, скоро, может быть, уже взлетит и долетит до туда, куда хочет. Вот. Но действительно в 2016 году еще, по-моему, когда это все только начиналось у Илона Маска, да, соответственно, вот эта вот вся история SpaceX с полетом к Марсу и колонии на Марсе, которая где-то к 2050 годам должна случиться, на самом деле вот этот весь spaceship, да, это красивая картинка, не более. Красивая мечта, красиво упакованная в классную историю. Помните про стори-теллинг, да, вот который я рассказывал в самом начале? И за счет вот этого стори-теллинга получилось, да, действительно, сейчас то, что пытается взлететь, оно не выглядит так, как было показано на первых картинках. Оно и не должно. Потому что для того, чтобы отработать технологию, нужно дешево, быстро, ну и другие технологические ограничения. Да, там почему весь этот старшип такой из колец состоит? Потому что ширина металлического вот этого рулона, вот она вот столько, все, никакой вам там красивой формы, дизайна пока нету. Отработается технология, приедет все остальное. Но для того, чтобы получить деньги на то, чтобы это делалось и взлеталось, нужно показать клевую мечту. И поэтому, в принципе, вот эти вот все виртуальные миры, все эти технологии, и в том смысле и concept design или concept art, если это так называть, наверное, работает еще не просто для интертеймента, как мы это все сегодня смотрели, да, не просто для развлечения, не просто для маркетинга, да, чтобы продать потом какие-нибудь следующие продукты. Но, может быть, и для того, чтобы помочь каким-то клевым идеям реализоваться в нашей жизни и стать ее частью. И поэтому, в принципе, я уверен, что профессия по созданию миров, да, по созданию вот этих вот новых историй, которых не существовало, с теми объектами, которых мы сейчас в жизни не видим, это действительно профессия будущего. Вот. И я думаю, это точно нужно продолжать. Понятно, что у каждого есть свои задачи. Вот. Но чем больше историй мы придумаем, тем точнее мы сможем спрогнозировать наше будущее. Ну а в университете, я уверен, что это то место, где действительно можно фантазировать точно без оглядки на какие-нибудь там повседневные проблемы жизни, когда у вас там нужно условно деньги зарабатывать или еще что-то. В университетах всегда есть возможность еще проявить свой креатив. Поэтому, конечно же, мы всех ждем и у себя тоже. Если будет интересно, приходите на наше направление, в наши лаборатории. Вот. Но то, что нас будет ждать в будущем, на самом деле будет зависеть только от того, что мы с вами придумаем, ну а потом, собственно, сделаем. Поэтому всем хочется пожелать мечтать, фантазировать и придумывать какие-нибудь классные истории и действительно верить в лучшее. Всем спасибо большое за внимание. Да, если есть вопросы, давайте с радостью могу поотвечать. Во-первых, спасибо большое за вашу лекцию. Отличный материал, превосходная подача. Хотелось бы задать такой вопрос касаемо, вот, ну, очевидно, что конструирование таких новых реальностей, они открывают для нас и новые возможности, да, горизонты новых возможностей. Но помимо вот как раз-таки каких-то возможных в плане, ну, действий, да, свободных, еще чего-то больше, представления, вот, как мы уже говорили, там, каких-то подходов для маркетинга, да, там, рекламы, каких-то там обучающих средств и прочего, ну, в частности, вот про NFT и прочее, да, можно затронуть тему. Не создает ли это или не подталкивает к созданию каких-то новых и, может быть, уже что-то имеется на данный момент, к созданию правовых реальностей, каких-то, ну, то есть, чтобы у нас, понятное дело, вот есть наша основная реальность, да, и как бы здесь уже мы уже, как бы, ну, отработали эту схему, что у нас там есть какие-то права, есть какие-то, что мы защищаем, какие-то антимонополистические вещи, то как вот это вот возможно реализовать или реализуется ли это сейчас в вот таких вот возможных концепциях? Спасибо большое. Ну, действительно, как только появляется что-то новое, к нему сразу должно обычно как-то в пакете, да, должно идти и регулирование этого нового. К сожалению, наверное, это не все так быстро появляется, как хотелось бы, потому что, ну, вот сколько мы про беспилотники знаем, там уже десятки, ну, 10 лет, может, даже больше, а до сих пор нельзя пока, чтобы оно ездило по дорогам. То же самое с виртуальными мирами, да, вот это вот взаимодействие. Там пытаются, собственно, как раз в Америке, да, там всем известная компания там пытается разобраться, как в этих метавселенных жить, потому что, а что значит, там, вы нарушили что-то пространство, как вы там кого-то оскорбили, не оскорбили, там, кто за это там скажет, что тебе за это будет. Сейчас это только прорабатывается, то есть ничего такого прямо положенного на бумагу, насколько я знаю, да, к сожалению или к счастью, в общем, пока случай, да, такой как-то darknet, да, там он как-то существует, пока все это в какой-то среде. Вот NFT, это, наверное, один из первых шажков, который был с точки зрения, ну, упорядоченного отношений, пользования, владения, чего-то, да, вот тот же самый блокчейн, который, на котором NFT, да, собственно, держится. Вот они, эти технологии потихонечку подъезжают, потихонечку собираются для того, чтобы мы могли безопасно туда, ну, не телепортироваться, ладно, совсем, вот это вот мы пока не планируем сделать, вот, а с точки зрения мира, ну, да, там без этого, к сожалению, нельзя, но это как с искусственным интеллектом сейчас тоже. Он сейчас появился, там всех смыло, сначала эмоционально, потом откатилось, вроде как-то все такие очухались, такие, надо регулировать, надо регулировать, как это регулировать, как подписывать, что это, кем сгенеренное, где сгенеренное. Ну, вот сейчас будем разбираться, как говорится, ближайшие, я думаю, как раз 5-10 лет на то, чтобы и технологии уже массовые доехали, и регулирование доехало. Спасибо. Ну, отчасти вы ответили на мой вопрос, который я сейчас собирался задать, про искусственный интеллект. Так как я сам человек творческой профессии, и, естественно, всех людей творческой профессии волнуют перспективы, что будет с ними, с миром и так далее. Ваше отношение к искусственному интеллекту, куда это может прийти? Замечательный вопрос, спасибо. На каждом выступлении мне его всегда задают. Это действительно, как сказать, вот если кто-то знает ArtStation, да, ну это такой сайт, на котором выкладывают работы как раз концепт-художники. Вот все, что там про Звездные войны, про киберпанк, вот все туда можно заходить. И там была же, ну, чуть ли не паника, когда вот эта вот акция, там, AI перечеркнутая, типа, нет, баним. Ну, потому что человек сколько, 15 лет учился рисовать, а тут тебе за 3 секунды, ну, как бы ты написал, и тебе все выдало. И такие дизайнеры. У меня, честно, вот до прошлого года я был уверен, что, ну, как бы без обид ко всем другим профессиям, что выживут айтишники и дизайнеры. Я свято в это верил. Но нет, только айтишники. Вот. Ну, хотя айтишники себе тоже подрубили очень хорошо сук, на котором сидят, потому что этот чат GPT также пишет прекрасно код, и, по сути, middle или там джуны в компании просто уже не нужны. Зачем? Потому что вам код этот, ну, GPT напишет быстрее, проще, а вы его просто чуть-чуть подшлифанете. Вот. Ну, сейчас тут, ну, как бы у всех истерия случилась, не только у творческих профессий. Вот. Что я скажу? Да, страшно. Я чуть разверну этот ответ, потому что, ну, реально наболело, согласен. К сожалению или к счастью, искусственный интеллект, вот про картинки, он работает точно так же, как дизайнер. Именно мыслит. Что такое у дизайнера, главное его инструмент? Это визуальная библиотека. Это насмотренность. Вот сколько вы картинок насмотрели, потом, когда вы рисуете, это же, ну, ладно, калаш, так или иначе. Да, у вас есть воля, у вас есть, ну, мышление, вы это перерабатываете. Он просто блендит, ну, просто склеивает. И у него насмотренность не ваша, там, сколько в Пинтересте вы налистали, а все. Ну, просто он видел все. Можно ли видеть все? Даже не могу представить, а он может. И это немножко пугает. Второе, что, наверное, важно. Ну, это как, когда от красок перешли к фотошопу. Ну, то есть это технология, когда совершенно, ну, там, я уж не говорю про рисовать люди картины, и потом фотография появилась. Точно такой же провал морали и всего такого. В моем понимании это замечательный инструмент, как, знаете, такая выносная коробочка с фантазией. Вы в нее закидываете, и оттуда что-то вылетает. Я даже когда с айтишниками говорил, а вот это же круто, он там же делает какие-то неожиданные решения, которые ты логически домыслить не можешь. И он такой, он такой, это баг. Я такой, о, это лучшее, что есть в вашей системе, это баги. Потому что то, что логично, и я могу придумать, ну, как бы своим мозгом, да. А вот то, что нелогично, и то, что он тебя наводит на какие-то мысли, такая выносная реально коробочка, которая может тебе подсказать какую-то интересную мысль, о которой ты, может, не подумал. Но это не отменяет того, что ты ставишь задачу, это не отменяет того, что ты решаешь, что хорошо, что плохо. Да, когда нужно завтра сдать презентацию, я сейчас как-то спалю дизайнеров, может быть, уже чуть-чуть, когда завтра в 10 нужно сдать презентацию, а люди не шарят в дизайне, ну, сойдет. В принципе, даже дорабатывать не надо. Ну, как бы прекрасно сдал, отправил, все нормально. Вот. Но если ты хочешь получить реальный продукт или там спроектировать тот же самый автомобиль, сейчас есть, кстати, замечательный искусственный интеллект, который не просто по промпту, когда ты вводишь там новый автомобиль Мерседеса, и он тебе генерит что-то непонятное. Ты этим не управляешь. Есть искусственный интеллект классный, когда ты вводишь туда скетч, заносишь, вот ты его нарисовал, и он тебе просто помогает его покрасить. Это вот реально как фотошоп следующего уровня. Просто ты не тратишь 8 часов рисовать. Ты нарисовал идею за 20-30 минут, скетч, сделал его чистеньким, аккуратненьким, отдал туда, и он тебе 8 часов срезал просто. Ну, окей, ты потратил еще час на то, чтобы его полирнуть, ну, чтобы он был не кривой, потому что он не знает, что такое прямо. Он просто блендит. Боюсь, что дальше он будет лучше знать, что такое прямо. Но опять же, идея, и вы словами никогда не объясните, что вы хотите, что вот я хочу, чтобы у меня линия шла по бачитне и переходила вот туда. Он никогда этого не придумает, и вы это не скажете ему. Нарисовали? Да, в pipeline искусственный интеллект включается в креатив. Прекрасно включается. Не вру, не буду врать. И в рендер. Потому что, чтобы сделать потом на это еще там отрисовать 8 часов, сократили. Понять, нужно ли потом из этого делать 3D, это еще там 3 дня или 4 дня работы. И вы сразу отрендерили, и поняли, ну, там, чтобы увидеть клевую картинку. А вы сразу ее увидели и поняли, а надо тратить 3 дня. Можно что-то другое сделать. Вот это ускоряет процесс. Когда придет ИИ, который начнет делать 3D по картинке, а они уже есть, это будет следующий шаг. Но, опять же, это будет ускорять процесс. Надеюсь, мы выживем. Да, я на позитиве закончу. Но я, кстати, этим реально пользуюсь постоянно. Ну, то есть вот уже я просто скармливаю туда все скетчи. Потому что зачем тратить время? Так, еще. Вроде все. Илья, спасибо. Прекрасный, интересный рассказ. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Всем хорошего дня и хороших выходных и праздников. Спасибо. 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 Продолжение следует...